Здравствуйте, друзья! Я сегодня расскажу вам о порядке работы на курсе рисунок часть 2. То, чем мы будем заниматься во второй части рисунка, является логическим продолжением того, что мы делали в первом семестре. Если в первом семестре мы пытались изучить закономерности построения формы в плоскости и пространстве, изучали иллюзию объемной формы, пытались выстроить светотиневые отношения на объектах вот в плоскости и пространстве, познакомились с тем, что такое сквозной рисунок, что такое конструкция, что такое штрих, говорили о средствах рисунка, о материалах, их свойствах, о выразительности, то сейчас вторая часть будет немного сложнее. Но она, на мой взгляд, является более интересной и очень базовой. То есть, если мы проделаем все задания, вообще проработаем их достаточно хорошо, то к концу семестра вы получите необходимые навыки как технического, так и понятийного характера для того, чтобы успешно работать на курсе, на курсовых работах, дипломных. То есть, мы будем говорить о методах работы и принципах работы с визуальной формой, вообще визуально. Курс достаточно сложный, но и в то же время очень интересный. Я постарался составить задания таким образом, чтобы они двигались от последовательно, от простого к сложному и охватывали те наиболее распространенные приемы графические, которые будут вам встречаться в вашей профессиональной деятельности. Я рекомендую работать на курсе постоянно. Почему? Потому что вот моторика, она должна постоянно поддерживаться. Мы должны постоянно думать о том, видеть ту траекторию, которую мы хотим проделать вот в работе над рисунком. Я хочу, чтобы вы видели качество и свой рост вот в работе различными графическими средствами. Я думаю, что необходимо учитывать то, что у некоторых студентов нет достаточной профессиональной подготовки, предварительной, но это не страшно. Мы будем разбирать все задания, я буду доступен онлайн и я хочу, чтобы курс этот был интенсивным. То есть, помимо тех упражнений, которые вы будете делать непосредственно по заданию, я бы хотел еще, что у нас там записано в программе, чтобы еще двигалась линия вашего самостоятельного изучения рисунка. Нужно будет завести Maliskin и рисовать каждый день от пяти до тридцати минут. Это необходимое условие, ведь никто не удивляется, почему, допустим, музыканты играют каждый день и по многу часов. Рука и это тоже очень тонкий инструмент, ее нужно развивать, как и изучать свойства различных материалов. Я думаю, что нам необходимо приступить к рассмотрению первого подготовительного упражнения. Звучит оно так, создать три композиции на тему объекта бионического характера. Три рисунка. Три рисунка необходимо сделать. Первый рисунок с натуры, второй рисунок по памяти, третий по представлению. Сейчас я расскажу, чем они отличаются. Первый рисунок – это когда мы изучаем объект максимально тщательно, с максимально точной передачей формы, деталей и светотенивых отношений. Для чего это нужно? Мы, как дизайнеры, изучаем окружающий нас мир и видим те свойства и вообще те качества, которые существуют в предметах, пытаясь их выразить на бумаге. И я разделил это все на несколько этапов. Первый – это работа с объектами бионического характера. И второй этап – это работа с объектами технического характера. Среди них, между ними, есть принципиальное отличие. Объекты бионического характера не имеют прямых линий. Объекты технического характера имеют ярко выраженную плоскость. Например, стол или компьютер. И вот эти два направления, они, в общем-то, доминируют как в графическом дизайне, так и в свободном творчестве. Ну, например, все же мы видим примеры, допустим, работы с объектами бионического характера в текстильной промышленности, в керамике, в живописи и графике – это однозначно очень много. Объекты технического характера мы воспроизводим при проектных работах. И двигаться тут нужно последовательно. Первый рисунок должен быть нарисован линиями разного характера. Так как я уже и говорил, у нас есть в нашем арсенале линии тонкие, линии толстые, линии кривые и пунктирные. Далее мы используем треугольник квадрат-круг для определения основных свойств вообще формы и штрихи. Вертикальный, горизонтальный, диагональный, перекрестный и хаотический. Как приступать к заданию? Нужно выбрать объект бионического характера, который имеет яркие выразительные свойства. Какие-то крупные листья, это может быть цветок, это может быть кора, это могут быть вообще камни, все что угодно, то, что не сделано руками человека. Но, в принципе, я всегда рекомендую начинать с контура. То есть нужно определить вообще, под какие категории попадает ваш объект, какие его там характерные счеты. Вот, к примеру, представьте себе, я выбрал вот такой вот объект, имеющий вытянутые листья. Они достаточно жесткие, они имеют определенный характер. Какая форма больше всего подходит к этому объекту? Ну, наверное, представьте себе прямоугольник, два треугольника. И вот мы получаем форму, которая может быть как-то подходит под все определения. У объекта бионического характера существует сложная структура. Начинать лучше все с контура. Контур может быть нарисован разными линиями. Почему? Потому что это создает иллюзию пространства. И когда мы даже будем начинать рисовать вот объект с натуры, мы должны понимать, что что-то находится ближе, что-то дальше. И, в принципе, объект находится в пространстве. И объект, он не в плоскости. И мы должны учитывать то, как зритель воспримет этот объект. Используя линии разного характера, мы можем создать иллюзию пространства, когда линия, которая ближе к нам, она становится толще, а та, которая дальше, тоньше. То есть это создает иллюзию. Далее. Вот мы нарисовали контур. Первое. Это контур. Его необходимо уточнить несколько раз. Почему? Потому что срисовано должно быть в формате. Заполнено все пространство листа. Почему? Потому что мы рисуем на формате А4 это задание. Это не такой большой формат. И зритель должен увидеть всю сложность этой формы. Нарисовали контур. Следующий шаг. Уточнение пространственных характеристик. То есть попытайтесь представить себе, что вы рисуете что-то ближе, прямо в пространстве, что-то дальше. Следовательно, наверное, то, что ближе должно быть ярче, то, что дальше должно быть легче. Потом третья часть. Внутренняя структура. Какая она? Из чего состоит? Как изменяются листики в зависимости от светотеневых характеристик? Да? Насколько это проявлена внутренняя структура? Какая она? Если тональная градация? Вот мы наметили их карандашом, а потом я рекомендую переходить к работе тоном. То есть первый рисунок должен быть произведен достаточно тщательно с самыми тонкими деталями. Почему мы рисуем с натуры? Это позволяет нам изучить объект максимально тщательно. Почему? Потому что мы не можем представить себя, если мы не видели объект, какой он, где находятся блики, сколько занимает в объекте полутон, где перелом формы, как форма расположена в пространстве по отношению к нам и по отношению элементов, соединения элементов друг с другом. Это крайне важно. Почему? Потому что, чтобы мы не рисовали, все равно первым делом идет анализ. Также у нас существует внутренний диалог, когда мы проговариваем то, что мы видим. И нужно поговорить о том, какие мы видим формы. Они округлые, мягкие, плотные, они стремительные. От этого зависит то, как мы будем это все рисовать. Рекомендую сделать серию, при выполнении этого задания, я рекомендую сделать серию набросков. Наброски от 1 минуты до 5 минут. Можно даже первую часть сделать меньше, то есть, насколько вы успеете. Почему? Потому что скорость рисования, она позволяет изменить характер рисунка. Когда мы рисуем быстро, то рисунок получается стремительным, возможно, легким, динамичным. И рисование на скорость, вот этот тайминг позволяет нам почувствовать, сколько мы успеваем проработать всего за определенное количество времени. То есть, мы начинаем видеть свои силы. Не рекомендую рисовать очень долго. Почему? Потому что в какой-то момент студент устает, и начинается механическое рисование. Повторы за замазывание какой-то формы. Форма становится очень вялой, затертой. Этого нужно избегать. Рисунок должен быть энергичным, он должен иметь какую-то яркую выразительность. И в принципе, объекты бионического характера, как объекты, максимально подходят для этого. Значит, еще раз повторю, контур разными линиями, тонкими, толстыми, уточнение простатских характеристик, попытаться понять, что ближе, что дальше. Не рисовать в плоскости. Ведь формы развернуты в отношении нас под разным углом. Это нужно учитывать. То есть, если мы хотим нарисовать форму в плоскости, она вот такая вот. Но если она в пространстве, то она, наверное, может быть и вот такой. То есть, мы уже тут начинаем из подваль рисовать ракурс, какие-то объекты в ракурсе. Следующий шаг — это вторая часть рисунка. Второй рисунок. Это рисунок по памяти. Рисунок по памяти — важный элемент в освоении формы. То есть, для того, чтобы вспомнить и проговорить вообще то, что мы видели, то, что мы нарисовали, требуется определенное усилие. Но это прямой путь к пониманию того, что такое стилизация, упрощение формы. Мы не можем нарисовать так же сложно, как мы рисовали с натуры, но можем вспомнить и повторить упрощенно модель. То есть, как вот любит говорить один наш преподаватель, ментальный образ этого объекта. Опять же, мы должны проговорить, какой объект. Тонкий, толстый, острый, может быть, он какой-то очень плотный. Может быть, он какой-то, как кактусы, когда рисуешь. Они такие очень интересные по форме и довольно-таки сложные объекты. И вот этот объект отличается, конечно же, от этого объекта. И вот именно проговаривание позволит нам выделить вообще те характеристики, которые отличают эти объекты. Так вот, рисование по памяти происходит точно так же. Мы должны нарисовать контур, потом прийти к внутренней структуре, проверить пространственные характеристики, что ближе, что дальше. И попытаться нарисовать сквозной рисунок. Что значит сквозной рисунок? Это когда мы рисуем конструкцию, прорисовывая все, даже если какие-то элементы перекрывают друг друга. То есть, это позволяет точно понять взаимоотношения форм и частей этих форм по отношению друг к другу. И опять же, при сквозном рисунке, если вот в первом задании мы должны были применить все средства вообще, которые мы знаем, светотеневые, контурные, сквозной рисунок, да, как бы вот прорабатывая все, почему-то, потому что нужно создать иллюзию и передать впечатление от этого объекта. То рисунок по памяти позволяет нам упростить эту форму, но сохранить структуру и узнаваемость этого объекта. Причем вторая часть, вот это вот рисование, да, по памяти, она может быть сделана различными инструментами. Мы можем нарисовать рисунок очень тонким и прозрачным. Можем попытаться заполнить рисунок 50 на 50 белого и черного. Мы можем оставить только 10% ненарисованного, то есть контур формы. А 90% у нас может быть темная часть, вообще полностью проработанная. И это тоже ход, который мы можем попробовать. Почему? Потому что это наши возможности, наши графические возможности, наше развитие. Третий рисунок, это рисунок по представлению. И обычно это всегда вызывает много вопросов. Что значит по представлению? Опираясь на два предыдущих задания, мы можем проанализировать то, что мы нарисовали, и сохранить узнаваемость объекта, изменить его. Например, вот я нарисовал этот объект. А следующий объект я могу сделать таким, что в принципе я сохраню листья, но я могу заполнить все пространство так. Я могу изменить соотношение элементов, я могу сделать повторы, изменить масштаб. Но объект такой не существует, я его придумал. Но он узнаваем. Почему? Потому что нанесет характеристики, которые я для себя выбрал. Причем рисунок по представлению можно развивать, можно менять количество элементов, можно менять масштаб, можно менять развитие вообще композиции. Почему? Потому что мы уже не связаны с практической формой, с реальной. Мы уже управляем композицией, и тут идет вопрос уже, связь формальной композиции с рисунком, это идет уже в развитии. Это касается работы по объекту бионического характера.